Пассаж представляет Суть вещей Власть брендов Новые открытия Разрушение стереотипов Преодоление страхов До и после Обратная сторона моды Рождение стиля Стиль побеждает моду Новое реалити-шоу «Битва стилистов» Главный медиапартнер «Эль Юкрейн» Всем привет, с вами я, Лиза Кошляк, и это «Битва стилистов» Первое реалити, в котором стиль побеждает моду Восемь участников покажут, способны ли они выдержать жесткую конкуренцию И пройти на новый этап конкурса, совсем скоро узнаем Участники проекта – начинающие стилисты, каждый из которых мечтает достичь успеха И стать лучшим профессионалом города Каждый из них хочет получить грант в 20 тысяч гривен от торгового центра «Пассаж» И принять участие в грандиозной съемке журнала «Эль», но только одному улыбнется удача Вершить судьбу участников будет главный судья – фэшн-редактор журнала «Эль Юкрейн» Наталья Асачия В предыдущей серии стилисты удивляли своей интерпретацией популярного стиля «Сафари» Создавая образы для одиозного светского персонажа Васи Борисова Сегодня в сражении участвует вторая четверка стилистов Их ждет непростое, но креативное задание Второй тур готовит участникам новые трудности С каждым этапом звездные гости становятся все капризнее, а задания все сложнее Чем запомнится участникам встреча с модным блогером? Образы в каком стиле они предложат свои гости? Не переключайтесь, мы начинаем! Анна Рожко Популярный украинский фэшн-энд-тревел-блогер Любительница путешествий и красивых вещей Одна из первых выпускников Ukraine Fashion Campus За публикациями Ани в соцсетях следят тысячи подписчиков По мнению Анны, блогеры – это люди нового миллениума В руках которых будущее Всем привет! Меня зовут Анна Рожко и я блогер Мода является наивъемлемой частью меня Я очень люблю составлять новые образы, делать покупки Ну, если честно признаться, то я заядлый шопоголик На проекты я пришла, чтобы попробовать, как это, шопинг со стилистом Ну и оценить работу участников Посмотрим, что они смогут мне предложить Сегодня участники создадут образы в стиле Боха-шик для разных жизненных ситуаций Стиль Боха, давно популярный у голливудских красоток, стремительно завоевывает подиумы Боха появился в середине 2000-х годов, как ответ гламуру Любопытно, что название стиля происходит от слова «богемный», то есть родом из богемии Чешской провинции, населенной большой этнической группой цыган Именно поэтому Боха-шик – это яркий микс из этнических и национальных мотивов, хиппи и цыганских акцентов, гранжа и даже готики Главный секрет стиля Боха-шик – в объединении несовместимого – ботинок и нежных платьев, тонкого кружева и шарфов грубой вязки В сочетании разных фактур и принтов В стиле Боха-шик всегда используются украшения в фольклорном стиле Стоит помнить, чтобы комбинировать вещи из разных опер, необходимо чувство вкуса и меры Поэтому начинать модные эксперименты в стиле Боха нужно с единой цветовой гаммы В основе стиля натуральные оттенки и природные материалы Макияж должен быть максимально естественным, а прическа немного растрепанной Приветствуются также венки и разнообразные косы Этот стиль, как никакой другой, подходит творческим личностям Посмотрим, удастся ли стилистам распознать тонкую натуру Анны Хорошо было бы найти брюки-клёш Потому что Боха-шик – это он родом из 70-х Детских цветов, хиппи Я бы, наверное, все-таки остановилась на каких-то более насыщенных оттенках Не белом, а синим или красным, коралловом Очень в стиле Боха Анне будет неплохо в таком цвете индиго Возможно, он подойдет Такой «в духе сделай сам» Так как у нас образ в стиле Боха-шик Камни, стразы – это совсем не та история Вот, кстати, не совсем Боха-шик, но одно из веней С такой вышивкой, с этническими мотивами Стоит остановиться на сандалиях на низком ходу Вот, отличная модель Сандалии на низком ходу С характерной перфорацией С клепками, что тоже очень актуально для стиля Боха-шик Я думаю, мы остановимся именно на этой модели Мы сделаем яркий цветовой акцент в нашем ансамбле И на первое возьмем, да, вот эту сумку Здесь как раз есть детали с бахромой Британскую актрису Сиену Миллер Называют одной из ярких представительниц И даже основательниц стиля Боха-шик Широкополые шляпы, множество аксессуаров Цветастые юбки и платья Миди Жилеты, ковбойские сапоги и прочие атрибуты этого направления Зародившегося в 2000-х годах Были ее бессменными спутниками на протяжении многих лет На вопрос о собственном стиле Сиена всегда отвечала, что он требует колоссальной работы Ведь создать идеальный беспорядок не так легко Именно Миллер предложила модницам со всего мира Сочетать длинные цветастые платья с ковбойскими сапогами Дополнив образ замшевой сумкой с бахромой Интересный акцент – милая старомодность По мнению Сиены Миллер Вещи должны выглядеть так, будто их достали из бабушкиного сундука Одна из интерпретаций стиля Боха В исполнении Сиены Миллер Это Нью Хиппи Юбка в сборку, многоэтники, арабские платья Гремучие украшения, шляпа с обвислыми полями И большие очки от солнца Все ярко, пестро и очень стильно Что я могу отметить? Образ для меня абсолютно комфортный Он близок к той одежде, которую я выбираю сама Отдельно отмечу синий цвет Это мой любимый цвет Ну и я думаю, что в принципе я бы в этом образе пошла знакомиться со свекровью смело Как для знакомства со свекровью довольно сдержанный стиль Боха К нему относятся в образе только обувь и рубашка Все остальное не соответствует стилю Боха шик Но в целом образ весьма гармоничен для такого случая Как и прежде, мы в торговом центре Пассаж Пассаж – это пять этажей моды и стиля в самом центре города Хотите всегда выглядеть на миллион? Тогда делайте шоппинг в Пассаже с услугой «Персональный стилист» На самом деле, эта услуга не нова Она уже существует в лучших универмагах Лондона, Милана, Нью-Йорка, Парижа Я рада, что торговый центр Пассаж также не обошел эту традицию вниманием И, конечно, вот, собственно, ироконкурс, который ребята проводят, организовывают Он, безусловно, позволит найти тот самый талант, который, я уверена, потом поможет клиентам торгового центра Выбирайте делать легкий шоппинг, приятный шоппинг И делать именно те самые необходимые покупки, которые им так нужны Каждый посетитель торгового центра Пассаж, находясь здесь, ощущает сердцебиение мегаполиса В Пассаже есть все, что необходимо жителю большого города Бутики с модной одеждой, аксессуарами, обувью и ювелирными изделиями Косметикой, парфюмерией и оригинальными подарками А с недавних пор торговый центр Пассаж радует своих гостей эксклюзивной услугой Персональный стилист Теперь пройтись по магазинам торгового центра и сделать эффективный шоппинг Можно с модными экспертами Пассажа Настей Бас и Женей Волконской Для того, чтобы заказать услугу, просто позвоните по телефону, который вы видите на экране И совсем скоро наслаждайтесь яркими покупками и получайте советы по стилю от профессионалов Пассаж – центр моды и стиля номер один в Днепропетровске Стать первым в проекте «Битва стилистов» сможет лишь только тот, чьи знания и навыки идеальны Кто знает все и даже больше о стиле У меня этот вообще бохо-шик стиль Меня вдохновила это фестиваль Коачелла, который проходит в Калифорнии Мне очень нравится, как там одеваются все Они одеваются в бохо-шик, 70-е, хиппи, вот такое вот Мне вот нравится вот эта маечка Тут бисер такие, вот камушки пришиты, очень хорошо выглядят Мне еще нравится вот этот вот комбинезон Он тоже такой в стиле бохо-шик Надо просто подобрать красивые украшения, аксессуары Вот тут есть такие платья, они тоже в принципе в стиле бохо-шик Такие, но они, мне кажется, сильно простенькими Нам нужно как бы на красную дорожку для светского мероприятия Оно как бы не очень подходит Мне нравятся вот эти платки Я думаю, с ними можно что-то придумать, такие интересные И мне нравится их расцветка, вот тут такие зебры идут Маст хэ в каждой поклоннице стиля бохо-шик Мягкие замшевые вещи с бахромой Бахрома – один из самых популярных способов декора одежды Который моментально отправляет нас к эстетике Дикого Запада и кантри-силуэтам Ни один уважающий себя герой в эстерном не появлялся в кадре без надлежащей его статусу Куртки или на плечной сумке с роскошной бахромой Сидя на верном коне, он боролся с непокорными индейцами и уверенно покорял сердца всех девушек Дикого Запада По определению знатоков моды бахрома – это гладкая тесьма с висящими нитями Триумф бахромы пришелся на середину прошлого столетия Тогда этот вид декора использовали абсолютно во всем – от одежды до предметов интерьера Вспомните хотя бы легендарные советские абажуры с бахромой, под сенью которых собиралась вся семья Второй пик популярности бахромы пришелся на 70-е – богемную эпоху свободолюбивых хиппи Именно они носили сумки и жилеты с бахромой, выполненные из тонкой кожи и замши Сегодня бахрому можно увидеть в разных вариантах Она может быть небольшим элегантным вкраплением или же основным декором, обращающим на себя внимание Но не стоит забывать о главном правиле Бахрома должна быть только на одной из вещей – сумки, куртки, обуви, либо брюках Я сделал это платье сам из двух платочков таких, платков Потом я придумал вот такое вот украшение из пояса А обувь я выбрал в Антонио Биаджи Они такие, как гладиаторы, раньше их носили Хочу отдать должное креативности Максима Потому что он просто виртуозно создал платье самостоятельно Это очень смело и необычно Но я бы все-таки предпочла традиционное платье для выхода в свет Но за старание, за креативность однозначно пять Стиль Бохошик требует к себе особой работы и практики Так как основан на создании совершенного беспорядка Основное правило – это чувство меры В принципе, Максим справился с заданием Единственное, что мне не нравится – это то, что наша обувь укорачивает нашей Анечке ножки Такая обувь подходит для девушек от роста метр семьдесят пять Макс – он креативный И если будет так работать дальше, мы будем очень рады Битва стилистов не только о реалити, но и познавательный проект Мы рассказываем о стилях, дресс-кодах, правилах сочетания вещей и колористике Даем полезные шоппинг-советы и учим разбираться в модных трендах Битва стилистов – здесь стиль побеждает моду Неразрывно связанная со стилем Боха локация – блошиные рынки Один из самых стильных и узнаваемых в мире блошиных рынков – это лондонский Портабелло Начинающийся от станции метро Нотинг-Хилл, рынок Портабелло – это настоящий клондайк винтажа и антиквариата Причем здесь можно найти все – от прошлогодних коллекций демократичных марок до роскошного винтажного Диор 50-х Чем интереснее вещь, тем дороже она стоит На Портабелло находится культовый магазинчик с тщательной подборкой винтажа Здесь одеваются звезды первого эшелона от Кейт Мосс и сестер Ольсен до Сиены Миллер и Джонни Деппа Вход только по предварительному звонку, фейс-контроль И вот уже глаз радует винтажными коллекциями от Ив Сен-Лоран, Шанель и невероятные обуви середины прошлого века Одним словом, на Портабелло действительно можно найти все, чего только душа пожелает Эксперименты со стилем Боха продолжаются В гостях у второй четверки участников творческий, яркий и экспрессивный стилист-парикмахер Владимир Кордюк Добрый день, я Владимир Кордюк Я являюсь директором салона красоты и о моде знаю все Сегодня я хочу посмотреть, как стилисты справятся со своей задачей Боха это у нас идеальный беспорядок Поэтому хочется создать какой-то образ и совершенно уйти от гламура Если выбирать футболки, конечно, вот белое было бы интересно Но что-то образ у нас будет в стиле Джонни Деппа Шарфы, такие вот кепки, они очень характерны для стиля Боха Это как раз, когда много-много всего и все гармонично смотрится в едином образе Нам нужно, возможно, какой-то, возможно, яркий ремень И может даже не один И что-то можно будет даже из каузеньких намотать на руку Она забирает на футболку Как забирает? А вы одеваете эту футболку? Мы, возможно, одеваем эту футболку Ну, если не одеваете, я ее возьму А по-зачем? У вас же своя рубашка Для своего образа Для своего образа? А как это называется? Это конкуренция, детка Одна из этно-тенденций нынешней осени Мексиканские пончи и накидки Теплые, уютные и комфортные Они согреют в первые прохладные дни И укажут на вашу креативность Верхняя одежда сезона «Осень-зима-2015» Прошла долгий путь От вязанных кофт из овечьей шерсти До стильных пальто с геометрическим орнаментом Носить такие пончи рекомендуют С теплыми хрустяными брюками Или леггинсами Темно-синими классическими джинсами И даже замшевыми шортами А самые смелые модницы Запросто могут поэкспериментировать Сочетая пончи с плотными колготками И замшевыми сапожками На устойчивом каблуке Да здравствует осень! Я, наверное, немножко похож, как колобок ведет след Ну, что-то в этом есть Мне нравится плащ Мне нравится шарф Мне соединили два шарфа, два цвета Это мне понравилось Это я буду использовать Я бы, наверное, не одевал шапку Потому что у меня есть стильная прическа Наверное, по 10-балльной системе Наверное, поставил бы 5 Отлично подобраны цвета Которые относятся именно к стилю боха Также его прекрасно дополняют аксессуары В виде шарфа и шляпы Я довольна выбором аксессуаров Так как они полностью соответствуют стилю боха-шик А что говорить? Комментируй свои действия Почему ты хочешь это взять? А можно выплюнуть жвачку куда-то? Стиль боха-шик сразу навел мне воспоминания О актере и музыканте Джонни Деппе Вот и нет хлевета и ложь Поэтому хочется подобрать джинсы Какие-то такие немножко небрежные Но в то же время, чтобы они хорошо подчеркнули фигуру Выставка в картинной галерее В пути очень модного художника Стоит взять пиджак Все-таки это официальное событие Дресс-код должен быть соблюден Этот пиджак будет слишком классический Он абсолютно не будет соответствовать стилю боха-шик Он больше подойдет на какое-то деловое мероприятие Либо же на официальный банкет Конечно же мы не можем оставить без внимания в этом сезоне синий Потому что он везде и все его оттенки Поэтому я думаю, что этот пиджак стоит примерить А, я понял Какие-то браслеты такие Мне делать довольное или недовольное лицо? Я справилась далеко не идеально Даже можно сказать, абсолютно не справилась Так как была поставлена задача создать образ в стиле боха-шик Что значит небрежное, выдержанное, идеальное Что У нас бы ничего не получилось Извини Что хочу сказать об этом образе Мне очень комфортно У меня сидит пиджак У меня отличная рубашка Белая футболка, джинсы Сумка, в которую я могу все положить Я готов и покорять мир По десятибалльной системе я говорю Десять Мне нравится Спасибо большое Образ, который создала Наташа Семенова Не сильно относится к стилю боха-шик Так как этот стиль подразумевает под собой легкость Присутствие этнических мотивов Здесь мы видим только многослойность Тяжелые ткани И в целом отсутствие каких-либо этнических мотивов Первый конкурс завершен После него проект покинет один участник Своим профессиональным взглядом Работу стилистов оценят эксперты Журнала Эль Кто продолжит битву, а кто навсегда попрощается с проектом Узнаем через неделю С вами была Елизавета Кошляк Пока Эль Французский анап Мир гламура поглотил дея Четко все понятно, конкретно Для меня уже журнал Эль стал какой-то настольной книгой Журнал Эль пришел первым вообще в нашу страну И мы как-то вместе параллельно очень много лет уже работаем над тем, чтобы как-то менять и развивать украинскую моду Мы вам неравнодушны, а вы нам Я люблю Эль Верьте в Эль Как верю я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok